Кухня, которая способна продлить жизнь ветерану Великой Отечественной войны из Чебоксара Анне Савенко, 98 лет. Последние 30 лет жизни ремонта на ее кухне не было. Помочь ветерану взялся активист партии «Единая Россия» Размик Мамиконян. И вот в квартиры Анны Ивановны появилась новая кухня. Теперь вместе с квартирой изменилась и ее жизнь. Здравствуйте, здравствуйте, миленькая. Здравствуйте. Здравствуйте, очень вам рада. Гостям Анна Ивановна рада, как никогда. Несмотря на свой почтенный возраст, ей 98, любит готовить и угощать. Новая кухня, новые кулинарные шедевры. Я люблю готовить. Я люблю очень-очень готовить. И встречать гостей. Что-нибудь я вычитаю или что-нибудь услышу по телевизору, я обязательно должна проверить, как у меня получится. И получается всегда неплохо. Между прочим, всегда гости хвально хвалят. Анна Ивановна ведет здоровый образ жизни, занимается скандинавской ходьбой, читает статьи о правильном питании и много ходит пешком. 8 тысяч шагов в день для нее не предел. К здоровью относится исключительно ответственно. Ответственность у нее вообще в крови. А как иначе? Подчинялась представителям ЦК партии партии Москвы. За моей спиной стоял человек и ждал, когда я приму депешу немецкую. Понимаешь ли? Вот так вот. Так меня особенно ценили. Теперь она ценит свою новую кухню. Очень симпатичь. Очень беленько все, так нежненько. Ой, ой, товарищи дорогие. Вместе с кухней начала преображаться и вся квартира. Ремонт в самом разгаре. Но самое главное, что изменилось, это отношение Анны Ивановны к жизни. Я захожу, я не верю своим глазам. Да неужели это моя кухня будет? Я говорю, ой, умирать я не буду больше. Я буду жить дальше. Обновить кухню Анне Савенко взялся активист партии «Единая Россия» Размик Мамиканян после посещения ветерана 9 мая. За два месяца решение притворилось в жизнь. Очень здорово, что и «Единой России» получается это отношение к нашим старшим товарищам, к нашим живым примерам в нашей жизни, к нашим наставникам, выражать свое отношение не только законодательно, не только в написании законодательных инициатив, принятии законов. Но и в том числе помогая организовывать их жизнь где-то в быту, где-то упростить что-то, лишний раз присмотреть. Ольга Алексеева, Павел Ракитин, Сергей Емельянов, Республика.